как все-таки он занял такой высокий пост это была цель либо так сложились обстоятельства если по большому счету сказать не без моего участия вам так откровенно скажу потому что все кадры все что делалось в абхазии в принципе в разные годы без моего участия практически ничего не проходить поэтому подбор кадров учитывая что все эти люди которые сегодня в абхазии и вчера и сегодня являются они все вышли из той когорты которая в общем формировалась здесь в москве в россии и те которые прошли комсомольскую и партийную и государственную службу и они естественно все понимали например я его рекомендовал директором института языка и литературы в республике абхазии поскольку первым секретарем обкома партии был наш очень большой друг я бы сказал бы обаятельный умница большая борис адлиева поэтому естественно когда он ему было предложено кандидатуру арсба он уже был известен поэтому естественно с удовольствием согласился взял его и потом уже когда выдвигали в народные депутаты приходилось нам ездить по деревням встречаться с населением видеть их и так далее поэтому вот у него как раз коммуникабельность огромная была то есть умение найти пообщаться на любом уровне дискутирует вообще как полемист был великолепный полемист поэтому естественно по любому вопросу можно было с ним разговаривать даже не соглашаясь с ним ты начинал с ним спорить но когда ты споришь ты видел его логику рассуждений поэтому люди понимали я бы сказал в деревнях и в городе особенно интеллигенция она вообще проникалась к нему уважение потому что он очень начитан и очень грамотно потому только не только историю он дал хорошо литературу художественную политическую поэтому с ним было интересно разговаривать поэтому люди тянулись к нему и это в общем то дай бог чтобы такие люди были которые бы бескорыстно служил бы своему народу я это хочу особо почерпнуть потому что бескорыстие это первый признак возвышения человека и притягивает он к себе именно тем что он действительно служит в мире ну семья у него супруга тоже ученый специалист светлана радиона великолепный знаток именно нашей диаспоры в мире она этим занималась занимается и поэтому занимается исследованием дочь сейчас внучка вот я вам сейчас журнал покажу мы издали журнал обоза и его внучка та вот такая красивая просто очень приятно поэтому он очень трепетно относился к своей семье уважительно к своей сказать авторитет у него семей и жена его любила и он свою жену любил поэтому семейные отношения у них были очень идеальны ну и я должен сказать что люди видели в Абхазии такая большая республика каждый знает кто что делает кто чем занимается и солгавшей единочь уже веры и доверия нет а он всегда был очень справедливый хотя это не всем нравилось быть услышать то что он говорил но тем не менее это уважение всегда вызывало потому что они знали что заднего или скажем такого подспудного каких-то суждений сто грязь вон не допускал это мне кажется что это как раз говорит о его широте души и умение системно понимаете подходить к изучению той или иной проблемы вот мы составляли программу культурного развития Абхазии знаете столько надо было перелопатить литературы столько надо было пообщаться с академиками учеными специалистами профессионалами он это делал практически вот безвылазно для того чтобы создать огромную программу развития культуры в Абхазии поэтому он за что брался он брался фундаментально и это в общем-то давало ему ну право быть всегда вот лидером объективно быть лидером вот в тех вопросах которыми он занимался раз миронович а как провел последние годы владислав григорьевич уже отойдя от дел но практически он в основном находился у себя дома в шаг значит в окружении родственников очень мало кто посторонние люди он стеснялся очень тому что у него дефект в речи появился понимаете сознание работает а вот когда он говорит дефект такой был ну значительно что нельзя было понять что он говорит да конечно супруга его понимала очень хорошо потому что но она видимо привыкла а другие когда приходили он просто угнетённо себя чувствовал для того чтобы вот его как раз слабость не было видна другим поэтому круг общения был очень ограничен очень близких людей поэтому ну и он старался в общем держаться как-то особняком и это несколько конечно угнетало еще больше к сожалению болезнь такая жуткая которая сегодня же его увезут на родину по его личной просьбе он ведь писал заявещание которое вскрыли сейчас только он просил чтобы его похоронили в родном селе в эшерах это недалеко от сухуми и я думаю что его память будет увековечена и я думаю что и школа будет названа имени улиц и очень многое того чтобы его имя сохранилось навсегда в памяти народа и